Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти, поэтому обязательно перейдите, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. И также небольшая реклама. У меня есть второй игровой канал, многие о нем знают, но многие на него не подписаны. Давайте добьем хотя бы 20 подписчиков на этом канале и пойдем к маленькой такой цели в 100 подписчиков. Я верю в вас и надеюсь на вашу поддержку. Итак, мы продолжаем карьеру за Зенит. Кто не знает, то у нас здесь цель это выиграть Лигу Чемпионов за Зенит. В этом сезоне, естественно, у нас это уже не получится, потому что мы вылетели в 1-8 от Валенсии как раз. Кто не понимает, почему как раз, потому что мы в карьере за Манчестеринет вынесли в Лиге Европы Валенсию. Вот. Поэтому, ну вот такие дела. Так что сейчас у нас остается чемпионат, выиграть кубок. Супер кубок, я не помню, мы выиграли или нет. Но в любом случае будет очень интересно. Многие пишут, оставь Дзюбу, оставь Дзюбу. Ну вот смотрите, Лестер, Леон за Дзюбу уже борются, там интересуются им. Сейчас зайду на него, гляну. Прямо так, Леон пока что только, но никакие предложения пока что не поступают. Вот. Вместо Дзюбы я что-то не смотрел. Давайте вот эти тоже здесь поудаляем пока и заодно поговорим. Кого мы вообще ищем на Центрального Нападающего, да, мы как раз ищем. Поэтому Центрального Нападающего я бы оставил. Фодун у нас и так вот уже в Зените есть. Лозана нам не нужен вроде пока слева, не будем никого. Паласиуса мы тоже уже купили. Причем много игроков, которых мы вот находятся в этом списке, мы как раз и купили. Очень прям много игроков Центральных Нападающих здесь. Я их просто так что ли, наверное, добавлял? Так, сортировать. Общий рейтинг, наверное, по убыванию. Вот. Поэтому вот такие вот интересные пока что у нас есть нападающие. Но не факт, что мы их, естественно, еще купим. Вот ждем пока там Дзюба все решит и предложение пока что ему не поступало официально. Итак, сейчас у нас игра Зенита против Ахмата. Играем, кстати, дома. Поэтому надо сегодня постараться. У нас вот с Зенитом карьера очень как-то странно так идет постоянно. За МЮ, естественно, там всех прям выигрываю, все такое. Но что-то не получается никак за Зенит всех и всюду выносить. Так, ну теперь мы будем стартовыми прям вот этими составами играть. Некоторых игроков только иногда будем ротировать. Потому что теперь у нас только вот борьба в чемпионате идет и в кубке. Поэтому Зенит-Ахмат. Поехали. Итак, Зенит против Ахмата. Газпром-арена. Мы сегодня действительно прям заряжены по полной. Поехали. Пошла подача. Ракицкий отлично отыграл. Бариос отдает на Дзюбу. Дзюба видит Чалова. Чалов на Дзюбу. Дзюба отдает на Чалова без офсайдного. Без офсайдного. Чалов. Чалов. И Дзюба забивает. Как вот это сейчас я просто почувствовал, что не на Чалова надо выпускать. Артем и Дзюба. 8-6 минута. 1-0. Как мы в эту контратаку вообще вышли. Молодцы ребята. Вот эта вот российская связочка сработала. Сейчас Дзюба на Чалова. Тот пошел свеженький. Вряд ли Азмин бы так бы убежал. Голевая передача. Дзюба левой ногой пробивает в дальний угол. Все. Слава богу мы забили. Потому что сейчас потеря очков вообще бы не очень-то хотелось. То есть минимальная победа Зенита над Ахматом. Одинский гол. Дзюба нам приносит сегодня победу. Молодцы ребята. Додавили. Замены тоже небольшие такие сработали. Вот. Равная на самом деле игра. Просто нам немножко повезло. Итак. Наша минимальная победа. Теперь у нас 5 очков лидерства над второй строчкой. Я не помню сколько вообще было. Сейчас там лидерство у нас. Но сейчас вот на момент 5 очков. Нам нашли здесь скауты. Еще кого-то. Давайте глянем. Шиштова Пентака. В РБ Лейпци. И он кстати сейчас. Давайте добавим его в список. Почему бы и нет. Может быть в Зените он прям раскроется. Тарасов в аренде говорят. Прогрессирует в Кунту Риппи. Ну а сейчас у нас игра против Роттера. Вызная. Посмотрим как ты играем. Они идут ниже 10 строчки. Поэтому давайте. Всеми силами сейчас выйдем. Пикфорд на пиковой форме. Отлично. Снова кстати будет играть Терентьев сегодня. Но я не знаю. Абсолютно все те же игроки будут на поле. Так же начнем. Странно было конечно что Кругового я не мог прям так быстро заменить. Кстати вот Сантоса на Кругового. Хотя все они вот на поле вроде были. Вот так я даже на всякий случай сделаю. Вот. Вот таким составом мы выходим на сегодняшнюю игру. Азмун и Дзюбина у них пиковая форма. Поэтому надо забивать. Роттер против Зенита. Поехали. Итак. Роттер против Зенита. Волгоград арена. Мы естественно заряжены по полной. Потеря очков. С Роттером. Играем в ничью на выезде. Хотя должны были прям обыгрывать долгие игрок матча уж точно. У нас 9 ударов 7 в створ. Да. 7,5 у него даже оценка. Лидерство у нас уже почему-то в 6 даже очков. Скорее всего там Динамо проиграли свою игру. Ну. Для нас это только в плюс. Главное чтобы нас не догнали. Вот. Ну в последних матчах как раз вот у нас в следующем выпуске последние 3 игры будут. В чемпионате там и кубок. Все. Поэтому. Ну кстати вот локомотив ЦСКА будет очень тяжело. Так. Сейчас у нас игра против Ростова. Что-то не глянул на какую они там строчку. Они кстати на 3. Поэтому это серьезный соперник. Это выше чем локомотив там ЦСКА Спартак. Поэтому круговой сегодня даже в старте. Вот. Также сегодня Прохин в старте. Пиковые формы. Давайте Караваев в старте. Вот. Давно мы его не видели. Шамуродов. Посмотрим на него. Посмотрим. Я не знаю что там на мостового. Давайте. Вот. Давайте Аздоева даже в старте выпустим. Поэтому. Вот таким стал мы выходим. Против Ростова. Зенит Ростов. Поехали. Итак. Газпром арена. Зенит сегодня принимает футбольный клуб Ростов. Интересный матч. Первая строчка. Против третий. Замечательно. Шамуродов сейчас против своей бывшей команды. Еще и выходит в старте. Ну и мы посмотрим. Как сегодня. отыграют. Вот эти вот. Две такие интересные команды. Пошла подача. Их вот замечательно. Забирает Аздоев. Шамуродов. Понятно. Элдор. Шамуродов забивает своей бывшей команде. Как здесь можно типа не отпраздновать. Ну Шамуродов празднует гол против Ростова. Надо было наверное просто скипнуть. Без празднования. Ну неплохо. 1-0 мы хотя бы выходим вперед. А то даже Ротору мы забить не смогли. А здесь Шамуродов на 10-й минуте кладет своей бывшей команде. Малком. На Шамуродова. Ой. Ёй-й-й-й Шамуродов забивает дубль. Дубль ворота Ростова. Вот. Я не помню забивал ли там в матче СССК Чалов. Ну вот. Шамуродов шикарно забивает дубль. Вот здесь мог конечно пробивать на крыльях. Но здесь просто уже мяч так аккуратненько выкатился. Осталось только проткнуть и все. 20-я минута. 2-0. Дубль от Шамуродова. И все. Уверенная победа. Чалов что-то прям радуется. Мы стали чемпионами друзья по ходу. Но сейчас мы это все равно увидим. И это будет очень даже странно если Шамуродов принес чемпионство Зениту против как раз игры против своей бывшей команде. Да мы стали друзья чемпионами с вами. Поздравляю вас с этим. Так что в следующем сезоне нам остается только Лигу чемпионов постараться выиграть и все. Я уже думал очень плохо мы с вами после того как я повысил сложность игры будем играть. Потому что мы поражение шли и ничельный результат его даже сегодня против Ротера. Но вот победа над Ростовом благодаря голову Шамуродова нам приносит победу. Ракицкий естественно с капитанской повязкой. Жалко Дзюбы не было конечно сегодня на матче. Но все равно на скамейке запасных он был. И все замечательно. Матч это на самом деле равный по статистике. Но победа все равно за Зенитом мы становимся чемпионами. Потому что Динамо там скорее всего проиграли. Да они проиграли Химкам. И теперь у нас лидерство в 9 очков. Поэтому все здесь как раз 3 тура. До конца у нас остается 28, 29 и 30 тур. Поэтому уже май мы будем доигрывать спокойненько. Готовиться к игре в кубке. Там против Спартака вроде она. Но все равно поздравляю всех друзья вас с чемпионством. Что больше всего помогло вам завивать титул? Хотелось бы отметить как играл Азмун. Это заслуга команды. Это заслуга команды в любом случае. Что к чему там Азмун. Если там Шамуродов дубль забил. Так переговоры у нас. Опять нам скауты кого-то нашли. Давайте Ля Казета. Или нет. Да Ля Казета. Но 30 лет. Нет. Мы наоборот хотим избавиться от возрастного игрока. Поэтому извините. Но нет. Ежемесячный отчет готов. Дзюба только попал в сборную месяца. Караваев плюс один к рейтингу. Круговой плюс один. И все. Остальные это игроки. Молодежной академии. Поэтому все друзья. На этом замечательном моменте мы завершаем сегодняшний выпуск. В следующем вы посмотрите какие у нас соперники. Локомотив, ЦСКА, Спартак. Будет кстати кубок России в следующем выпуске. Финал. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Продолжение следует.